привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей кулчин и сегодня мы разберем вопрос который задал нам один из наших подписчиков а вопрос этот звучит так но представьте себе что мы взяли электрический нагреватель и замотали его теплоизолирующим материалом и вот наш зритель спрашивает ну кажется с одной стороны что теперь нагреватель будет хуже обогревать комнату он будет давать меньше тепла а с другой стороны ясно же что электрическая мощность нем будет выделяться ровно та же самая и греть он будет по-прежнему и как же разрешить это противоречие ну и конечно я здесь буду придерживаться закона сохранения энергии ну потому что мощность будет отдаваться действительно та же самая ну конечно если мы включим нагреватель из холодного состояния вот он обмотан теплоизолятором он нагреется не сразу тепловой поток будет устанавливаться какое-то время и он перейдет стационарный режим тоже через какое-то время но после этого он будет отдавать ровно ту же тепловую мощность как и не изолированный нагреватель но почему же все-таки возникает сомнение в том что теплоизолированный нагреватель будет нагревать комнату ровно также как и не изолированный ну а дело в том что когда мы обмотали его теплоизолятором площадь поверхности с которой уходит тепло увеличилась но это значит что ее температура уменьшилась и на ощупь он будет конечно не таким горячим но с другой стороны возникает другой вопрос а будет ли той же самой температура самого нагревателя когда мы его вот так обмотаем и если подумать то конечно надо ответить нет потому что теперь сквозь теплоизоляцию путем теплопроводности тепло конечно же идет хуже и чтобы обеспечить тот же самый тепловой поток нужно значительно увеличить разность температур нагревателя и окружающего воздуха и поэтому нагреватель начнет увеличивать свою температуру и может даже выйти из строя перегореть и еще одно соображение давайте сделаем такой опыт я беру кусочек пеноплекса отличного теплоизолятора и заливаю его кипятком из чайника можно немножко подождать его я еще туда утоплю так чтобы он прогрелся и его температура была но не меньше 90 градусов и вот никакого желания совать пальцы в кипяток у меня не возникает а пеноплекс я беру совершенно спокойно и не чувствую никакого ожога а все потому что теплопроводность его весьма низка и соответственно тепло передает моим пальцем очень медленно с электронагревателем мы разобрались а теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса но вот если мы возьмем батарею центрального отопления и ее теплоизолируем ну попросту закроем одеялом изменится ли как-то температура в комнате или нет ваше изображение на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе